Доброе утро! Рояль в кустах приготовлен. У нас рояль в кустах всегда приготовлен, но осталось только этого пожелать. Давайте вот с чего начнем. На этой неделе состоялось послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию. По вашему мнению, какие тезисы являются главными и важными? Главный тезис это то, что в основном послание было посвящено внутренней политике страны. И хотя и до этого президент очень тщательно занимался внутренней политикой, но даже не внутренней политикой, а строительством, инфраструктурой, хотя многие там политтехнологи говорят, на инфраструктуре далеко не уедешь. А я, например, знаю, что соловья баснями не кормят, надо дело делать. Чем президент, собственно, в последнее время только и занимается. На другой момент, что нерадивые чиновники иногда не доводят это до конца. За что, с них спросят. Не зря перед посланием сказали многие там руководители правительства, сидели так в напряжении. Я думаю, если вдруг что-то там не так, последуют выводы незамедлительные. Андрей Иванович, процитирую еще раз главу государства. Систему здравоохранения нужно выстроить на новой технологической базе. И вот один из самых главных страхов жителей региона, как выясняется, это столкнуться с системой здравоохранения в Калининградской области. Как вы оцениваете эффективность работы этой системы? Ну, так же, как и жители области. Я такой же, как и житель области, как и все. Что еще могу добавить? Обижать врачей неохота, но извините меня этим. Топором первобытно-общительного строя много не навоюешь. Нужно для этого создать условия. Нужно для этого кадры, чтобы были. Сейчас все-таки у нас врачи талантливые, которых приглашает губернатор, и прямо он говорит, что будет сразу квартира, сразу на счет 2 миллиона и так далее. Многие обижаются. Почему? Ну, потому что им это не дают. Но надо лучше работать, надо быть нормальным врачом, а не пирамидон давать от всех болезней. А когда вот жалоб от людей будет меньше на систему здравоохранения? Когда она работать начнет хорошо. Вот когда это произойдет? Всем хотелось бы знать, да, когда? Слушайте, я не врач. Для этого есть Министерство здравоохранения, которое тоже не самой популярной фигурой является в Калининградской области. Но ему досталось наследие от губернатора Цуканова, который кроме интриг ничем вообще не занимался. Он только занимался там тем, что говорил, что Вася плохой, а Петя хороший, а Петя говорил наоборот. Вот, собственно, вся была политика региона, на этом мы простроены. Как он вообще оказался во власти? Вообще у него непонятно, о чем речь. Интриган безграмотный, без слов других нет. И теперь мы пожинаем плоды вот эти. А попробуйте, когда все дело развалилось в течение многих лет, теперь он там деревья оцифровывает. Ну, конец деревьям, и цифровизации в том числе. Еще один тезис. Поддержим тех губернаторов, кто берет ответственность за проекты на созидание. Нужно снизить время долгов регионов. Кстати, накануне на заседании областной думы, это буквально вчера было, вы поинтересовались у министра финансов степенью закредитованности области. И какова ситуация? Ну, кстати, довольно-таки неплохая. Все-таки область выходит из стагнации, после некоторых балаболов и краснобаев. Потихонечку выходит из стагнации, начинаются конкретные дела. Более... Я не скажу, что в идеале все. Еще-то досовершенственно, знаете, семь верст плыть кое-чем. Но, тем не менее, есть движение вперед. А раз есть движение вперед, значит, это уже неплохо. Вот какие проекты на созидание, анонсированные в регионе, вы считаете особенно перспективными? Инфраструктурные проекты, посмотрите, кардиоцентр, все-таки онкоцентр строится. Посмотрите, туристический кластер развивается очень мощно. Более того, это единственное, о чем упомянул президент, вспоминая Калининград, что Калининградской области, мало того, что надо развивать туристический кластер здесь, ну, по-русски говоря, туристическую нормальную инфраструктуру. Да, но для этого надо еще инфраструктурные проекты развивать, чтобы люди сюда приезжали и выглядело все не хуже, чем за рубежом. А вам не кажется, что это актуально? Вот прошлый год, этот год, когда коронавирус и границы закрыты, когда вновь откроются границы, то туристы из России во всяком случае опять будут отдыхать? Ну, а во-вторых, вы считаете, что какие-нибудь другие болезни не придут, что ли, при такой заселенности населения? Я боюсь как-то считать в этом отношении. Ну, так вот, вы же меня спрашиваете про медицину, я вас спрашиваю. То есть, все-таки развивать нужно? Вы боитесь, я отвечаю, да, тем мы отличаемся. Пригодится, ну, по крайней мере, нам пригодится. Какие еще меры государственной или общественной поддержки необходимы, чтобы кривая рождаемости в области пошла вверх? Что вы подразумеваете под кривой? Ну, пока вот вчера на заседании парламенту уполномоченный по правам человека подчеркнул, что рождаемость в регионе постоянно снижается на протяжении как минимум уже пяти лет. Ну, для этого есть свои какие-то причины. Кстати, как вы думаете, почему? Ну, он же должен понимать вообще, как рождение увеличивается. Или он это только родился вчера и еще вообще не соображает в этом ничего. Так нет, ну, по первичкам половым, конечно, сложно. Он читал очень хорошо доклад. Вот, я почти заснул. То есть где-то все-таки он владеет какими-то там гипнотическими свойствами. Ну, дурное дело не хитрое. Это, я имею в виду, как детей делать. А вот как их потом воспитывать, да, что все-таки стоит преградой на пути к рождению детей в новых семьях. На каком основании вы читаете, как делать детей дурным делом? Может, у вас там... Я считаю, что это не дурное дело. Может, вы европеялись уже? Вы не пугайте. Не дурное дело. Я далеко сижу от вас. Андрей Иванович, я думаю, что вас все-таки не испугать вообще ничем. Вы человек, который всегда может за себя постоять. Вот постоять могу. А сегодня... И не только за себя, если что. Сегодня в Калининграде пройдет акция в поддержку Юрия Меля. Участники соберутся в здание Генконсульства Литвы на Пролетарской. Им предлагается взять в руки большие воздушные шары в форме танков и светить фонариками на телефонах. Акция сегодня начнется в 10 часов. А вы примете участие в ней? Ну, пряму, конечно. Все, что касается Юрия Николаевича Меля, даже если там шариками и, я не знаю, с транспарантами, приму обязательно. Потому что пусть боятся. Пусть понимают, что спокойной жизни им теперь не будет. После того, как у него добавили к незаконным семи годам, еще незаконных три года, пусть боятся. Ну, что с них взять? Что они... Чем их пугать? Настоящими танками? Так они, извините меня, загадят всю землю вокруг себя на два метра вокруг. Потому что... Да и президент у них, что это за страна-то такая, как его фамилия, заусенец? А, нет, наусеная. Ну, собственно, это одно и то же. И похоже. Ну, смотрите, а когда был период одиночных пикетов, это было две недели назад, по-моему, в Ленинграде, да? Вы тоже в нем принимали самое активное участие? Я не принимал в этом участие. Смотрите... Ну, сейчас ноги осмелели, видите как. Надо начать главное. Кому-то надо начать решать какие-то вопросы. И сразу другие смело подхватят. Ну, правда, многие смело и не подхватят. Потому что даже на бегство у них не хватит смелости. Так вот, кстати, по поводу смело подхватить. Судя по фотографиям размещенным в интернете, у вас были какие-то разговоры с представителями правопорядка, да, возле консульта как раз? Ну, они же выполняли свой долг. С чем подходили? Они подходили, спрашивали, что, как, почему нет нарушения законности. Мы-то законность соблюдаем. Я уж не скажу, как кто. Не хочу обижать своих. Они законность вообще не соблюдают. Мы что хотим, извините меня, с помощью законности победить беспредел? Да не победим. Правовой беспредел, международный беспредел. Им вообще плевать на закон. А мы здесь и себе изображаем таких девственниц с восьмым поколением. А как относились вы? Кроме меня, кстати. Прохожие к этому, вот к тому, что люди стоят с плакатами возле консульта. Да нормально, удивили, все поддерживали, кстати. Поддерживали все, что наконец-то началось движение в пользу нашего земляка, которого просто глумятся и издеваются. Целая, мощная, в кавычках, правда, Литва, с которой толку, кроме кислого пива, которым только унитазы чистить, больше ни на что не способны. Ну, а если это все происходило возле консульства, сами работники консульства как-то отреагировали на происходящее? На обед не пошли, видимо, пошли в туалет. То есть не выходили? Не, не выходили. А вот вообще с этого момента ни о чем не удалось поговорить, да? Никому. О чем разговаривать с ничем? А зачем тогда стоять возле консульства? Какая вообще преследовательство? Для наших людей. Чтобы наши люди видели, что наше руководство страны, и власть, которой я, кстати, тоже принадлежу, делает что-то хотя бы так. Но вы же прекрасно понимаете, есть такой закон перехода количественных изменений в качестве. В школе все-таки учились, проходили законы философии. Смотрите, шары в форме танков, да, как задумали участники этой акции. Вы думаете, это хорошая идея? Вы предлагаете танки в форме шаров? Тоже можно, кстати. Но это гораздо будет разрушительней, страшнее. Вот это не выглядит, как Россия гремит оружием опять. Слушайте, да хорошо, что Россия гремит оружием, а не костями, как и некоторые. Раньше мы гремели костями, сейчас гремим оружие. Это гораздо более грозный звук. Более того, это дает возможность еще людям заработать и не греметь костями. Раньше нам греметь-то вообще нечего было бы. Еще бы мы и так вот немножечко пожили бы в 90-х годах при Ельцине, этих Горбачевых дурачках. Ну, что с него взять, старый дурачок? Он же помереть-то хоть бы сказал, что приказ отдал. И на смертном одре боится. Видимо, Бог не верит. Думает, что там его в рай зашлют по блату опять же там. И лучшим немцам года сделают. Он, видимо, в рай собрался от Германии идти. Вот если продолжить тему Юрия Меля, то также предлагается запустить петицию с призывом переименовать улицу Пролетарскую, это там, где Константин Литовская находится, в улицу Юрия Меля. Вот вы готовы инициировать это на уровне администрации Калининграда? С огромным удовольствием. Мы это давно инициируем. Тем более, как это Пролетарское слово «пролетать». Юрий Меля – это человек, который 7 лет не потерял достоинства и продолжает службу, находясь даже в литовских гестапо-застенках. И вот еще пара вопросов, которые касаются насущного, так сказать. Вот Госдума отменила накануне «День тишины» при многодневном голосовании, как у нас в последнее время все происходит. Не совсем понятно, с какой целью это сделано. Можете пояснить? А вы мне объясните, что такое «День тишины» и зачем он был нужен? Чтобы так в тишине, что ли, посидеть? Чтобы не было агитации. Излишне, как считалось. Ну, три дня – это большой срок. И так некоторые говорят, вот три дня агитации. Ай-яй-яй. Другие говорят, дня тишины нет. Слушайте, всем не угодишь. Вот есть такое выражение «Медсестра вся». Медсестра – это вот к таким вот обращайтесь. У нас тут их полно. Они готовы выполнить любой приказ любого правительства. Ну, в принципе, я считаю, что это правильное решение, потому что в те времена, когда интернет уже вдоль и поперек, запрещает что-то в официальных СМИ. Это смешно. Это смешно на самом деле. И вот еще. Сергей Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию на случай неблагоприятного развития обстановки. Это связано с учениями НАТО. И вот что может произойти, по вашему мнению? Войска всегда должны быть боеготовыми. В любое время дня и ночи. С приказом, без приказа. Другой вопрос, что можно эту готовность там варьировать. Я не буду говорить, потому что это такие закрытые, так сказать, вещи. Но когда Сергей Шойгу отвел войска и сказал, что учения прошли, достигли своей цели, натовцы выдохнули. Боятся им. Значит, уважают. У нас сегодня будет происходить розыгрыш через пару-тройку минут в эфире. Балтик Плюс 952-444. Это телефон прямого эфира. Первый дозвонившийся окажется в эфире. И что нужно? Нужно ответить на вопрос, который задаст депутат Книговской областной думы. Какой будет вопрос? Давайте сразу его зададим. Какого числа, собственно, это двое суток, был взят город Балтийск нашими войсками на то время Пилау. Город Балтийск. Потому что мы знаем 9 апреля, когда закончился штурм Кенигсберга. ЛАШ подписал в блиндаже безоговорочную капитуляцию. А вот когда Балтийск, самый западный гарнизон, Пилау, стал уже нашим городом окончательно бесфорваротно. И ныне и пресно, и во веки веки. Ну, кстати, интересно. Давайте послушаем мнение Калининграсов. Алло, доброе утро. Почему-то не вышло. Почему-то не вышло. Давайте подождем еще одного звонка. 9-5-2-4-4-4-4-4. Кстати, это практически ознаменовало окончание восточно-прусской операции. Хочу еще там в Польше добивали отдельные очаги сопротивления. Доброе утро еще раз. Здравствуйте. 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 Как зовут вас? Сергей. Сергей. Все те же ребята. Разговаривать будет Виктория, моя супруга. Так, разговаривать будет супруга. Давайте поговорим с девушкой. Здравствуйте. Взятие Пилау случилось, если мне не изменяет память, 25 апреля. 25 апреля. Ну, там 25-26-го добивали отдельные. Еще раз говорю, повторюсь, очаги сопротивления. Да, вопрос засчитан. Виктория и Сергей, вы становитесь победителями сегодняшнего розыгрыша. Кстати, что это за мяч? Расскажите. Мяч хороший. К лету мы спортивные мячи. Мяч волейбольный. Так что тренируйтесь, готовьтесь. Касается Сергея к защите нашей Родины. Вот, Андрей Иванович сказал, что все те же люди. Сергей, часто звоните к нам в розыгрыш? Ну, я периодически, да. Сейчас жена захотела позвонить. Ну, правильно. Вам удается. Все правильно, да. Хороший пример. Не только дурной, но и хороший пример. Ну, пока есть возможность. Есть у вас вопросы к депутату? Да нет. Хотел пожелать здоровья, законотворческих процессов, и чтобы наша область процветала и была примером для всей нашей страны. Ну, как тут по-другому поступить, когда такой мужчина приказал? Обязательно, Сергей, выполни все ваши указы и наказы. Вот таким образом диалог складывается с властью в эфире «Балтик Плюс». Бывает и такое. Ну, если уж мы заговорили о Балтийске, расскажите, в какие муниципалитеты вот за последнее время заезжали, какие проблемы там увидели? Нам передач не хватит. Практически во все муниципалитеты заехал, что касается избирательного округа. Но самое главное, что в Балтийске все-таки наметки появились к улучшению ситуации. Потому что я так до сих пор, мне непонятно, почему на протяжении десятилетий Балтийск был пасынком, порядка 30 лет. Ну, говорили, потому что Минобороны не давали это за эти власти. Да, все что угодно, да. Но в конце концов, все в наших руках. Сейчас потихонечку начинает Балтийск переводить порядок. Я разговаривал с главой администрации Балтийск Сергеем Мельниковым. Он говорит, что он уже подал документы на конкурсную документацию по приведению в порядок парка Нахимова Павла Степановича. Знаете, кто такой Нахимов? Адмирал, который за два часа разгромил вес турецких флот, не потеряв ни одного корабля. И все крепости, кстати. У нас есть мужчины, с которых можно брать пример. И вот стоит памятником в центре Севастополя. И вот парк Нахимова есть, поскольку это военно-морской город Балтийск. Надо его привести в соответствии с именем того знаменитого человека, именем которого как раз назван этот парк. Андрей Иванович, самая ближайшая встреча... Ну и газификация, газификация еще или хотя бы там, скажем, компенсации людям, платы за газ хотя бы там минимальные. Там астрономические, конечно. Ну это ни в какие рамки, но я знаю, что губернаторами очень четко занимается. И будут сделаны определенные не выводы, а действия в ближайшее время. Но это уже, так сказать, другой разговор. Самая ближайшая встреча с общественностью, с народом у вас состоится сегодня в музее Мирового океана. Нет, сначала у меня состоится встреча... Возле консульства, да? Возле консульства, да. Потому что очень много людей наконец-то стали понимать, что происходит с их земляком. Что каждый, находящийся в Литве, подвергается опасности. Но нечего там делать. И кислятину эту пить. Запивем эти швитурицы, бурду эту там, бодяжи травят наших людей. А в музее Мирового океана что сегодня состоится? Короткий анонс. В музее Мирового океана состоится создание новой экспозиции портовой. Кстати, как раз не хватает ее. Потому что и корабли есть, и самолеты морские там стоят со взлетом с водной поверхности. Ну, собственно, есть практически все. По гаузе портового комплекса нет, контейнеров нет. А сейчас контейнеры... Тоже на свежем воздухе будет как бы для всех располагаться? Конечно, если у кого-то есть время и желание, хотя сейчас многие люди на работе, пожалуйста, можно там, ну, мало ли, всякое бывает, прийти посмотреть эту новую экспозицию. Ну, там, кстати, одно из красивейших мест Калининграда. Я там очень люблю гулять, когда просто есть свободное время. Ну, надо его помочь, да, Светлане Севковой довести до конца. Она все-таки человек очень жесткий и последовательный. Вот, и я думаю, доведет до конца весь этот музей до вот такого окончательного, уже гармонического, гармоничного решения. Мы в этом помогаем уже много лет, дружим с музеем Мирового океана. Ну, мы на то и пор, чтобы дружить. Дружить с музеем Мирового океана нам же не с жителями. Вам положено дружить, потому что у вас, можно сказать, одно дело же. Дело же буквально. А в конце ваши пожелания, ваши какие-то напутственные слова к жителям и гостям города, области. Бодрости духа. Удачи и бодрости духа, не унывать, вот что самое главное. Вот этому наша передача и была посвящена. А то у нас что-то больше плакать привыкли, чем смеяться. Бодрости духа, бить из любого положения врага. А вот в чем всегда было преимущество русского воина и русского человека. У нас в гостях был депутат Калининградской областной думы Андрей Колесник. Спасибо за визит. Удачи всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.